Так вот ходить в лес нельзя. Потому что идти долго и ведра в руках. Когда обратно идти, ведра затекают. У меня было видео, где я показал, как надо ходить. Вот это типичный пример, как не надо ходить. Сейчас надо иметь головной обор. И вот типичный пример. Собрались идти далеко, за брусникой. Я останавливаюсь, собираюсь все грибы. На обратном пути можно собрать. Мы и так будем возвращаться, когда будет темно. Чтобы брусникой у нас собирать сложнее, чем в среднем полосе, Нарисит вам мху. Покремирил вот это место, куда я еду. Там не много, но нарисит вам мху. Вот они там не телятся совсем, а лзут. Смотрите, какой лес он вообще уже стал. Ну, надо дать должное трава еще. Ну, тут, в принципе, болотистая местность такая. Ну, идти нам порядка трех часов вперед. Вот, моим шагом два часа. А вот так как я не один, то нам идти три часа. Три часа обратно. Не, на обратном быстрее, потому что там с горки большая часть. Итого, где-то пять часов к ходу. Еще где-то пять часов собирать. Может, меньше. И мы вернемся уже по темноте. Там кто-то еще собирался на браму съехать. Смотрите. Какая красота. Правда по тропинке удобней? Вот это красота. Такие краски в осени. Сколько не очень удобно идти? Много вам лучше в этом месте. Ну, мы идем за ростникой. Ну, и вот теперь, например, идут. Нам идти далеко, они по дороге грибы собирают. Соответственно, уже вымотались. Требует постоянно привала. Желаю, жуем. Да, и жуют еще. Голодают. Но женщины, они все время голодные. Потому что женщины постоянно есть хотят. Не знаю, сколько идут женщины постоянно. Давай поедим, давай поедим. Обычно с парнями, как парни, довольно редко. Скажешь, все, я проголодался. Перекусим. А женщины не постоянно. Скрытая камера? Обычная, вот. Рассказываю, что женщина не очень прожорливая. Вот, и постоянно собирать любит. А потом, наоборот, быть еще. Не могу. Нам ищит еще около 3-х километров. Я не знаю, как они дойдут. Честно говоря. Что, дорога все будет хуже и хуже. Чего-чего? Да. Дорога все будет хуже и хуже. Следующий 3-х километров. Тут еще трактор скопал. Что в этом неприятное. Идут. Ладно. Я беру навигатор. Мы будем вместе через 2 часа 45 минут. Такой путь. Держим. Это место я обычно не показываю никому, с кем ухожу к такими, которые ориентируются. Потому что они во всем меня выгребут. А бабушка можно. И тогда все равно они подойдут. Как говорят, у нас тут медведь завелся. Меня это не очень радует. Поэтому я купил сигналку гром. Сигнал охотника. Более мощный. Вчера испытывали. Вот это да. Звук был, конечно. Сегодня испытаю. Поговорю джетникам. Как это работает. Вон первое болото. Ну и пройдем. Там уже будет проще. В болоте стоит тропинка. Но в болоте тропинку лучше обходить не по тропинке, а немножко сбоку. Потому что здесь все вытоптали. И тропинка расширяется. Со временем тут как дорога будет. Так. А потом надо обратно на тропинку. Ага. Кстати здесь глубоко. До таких сапожек. Ты так веселее ездишь. А вы знаете, не так как. Когда я иду быстро. Нога в ногу. Я тоже когда облезу. Я тоже когда облезу. Когда лошадь бежит. Он же бежит от вас. А мы не пытаемся бежать. Она и от кого бежит. Меня вот тогда лошадь пугал ночью. Была в со мной Настя. Я бы не пугался. Мы бы с ней вместе вышли. Вы видели бы лося. Лосей тут полно. Но если он один стоит и без ребенка. Если он будет с ребенком, то с теленком он... Он не будет трогать ребенка. Ну, дрогать. Откуда он знает что это на уме? А вот так вот. Хороший. Да. Лучше просто отходить от него. Он мощный зверь. Тут еще много лис. Лис? Да. Они уже знают что мы сюда пришли. Да. И медведь тоже знает. Все. Ускорим шаг. Пока по прямой. Просто там будут горки скоро. Подъемы очень такие крутые. Забирай. Я не собираюсь. А зачем они тебе нужны, если не собираешь? Кушаешь? Чем ты еще питаешься? А я смотрю вот на деревьях. Кто-то обдирал кору. Это не так случайно? Нет. Она в этом районе не обдирается. А в каком она кору обдирается? Просто она мясо не ест. Поэтому вот она шишки ест. Бирозовую кору. Такой веган или веган как правильно называется. И грибы. Ну пока она не веган, а вегатерианы и грибы есть. Ну ты варишь, да? Шишки отвариваешь? Причем как съесть. Ну я и отвариваю, но все-таки нет. Приходит просто поесть. Ну все? Ну полувеган. Ну вегетарианин. Он ест молоко, но он не ест. Я знаю, но это веган не ест их. А, веган тоже варит, но он не ест. Веган, это сыроеды не едят. Ну да, веганы не едят. Мед, молоко, яйца. Слушай, а вот кислоту муравьиную они потребляют? Я просто детям дал попробовать, как мы в детстве делали. Кислоту. Короче, на палочку. Муравьин палочку кладешь, и потом они свои соки там вставляют. И слизываешь. Им так понравилось. Говорят, там много витаминов в этой вот жидкости. Да. Да. У меня детям понравилось. Да, муравьинная кислота входит вот там. Не-не. Должна быть полезна. I'm way. Так, не болтать. Идем. Не-не-не. Вот так вот с женщинами ходить. Так, ну надо пока съемку прекращаю. На привале называется картина. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛЕЦИИ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛЕЦИИ Ч nominal. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok